То, что я читал до этого момента, вы были все, что вы немножечко объяснили. Понятно, что любой из вас может произнести, не думать, какие-то вот такие вот вещи. Хочу, чтобы было с шлифтим ногами, а при этом, чтобы ногу было не в шлифтим. Замечательно, хотите сколько хочешь, того не бывает. Предложение, которое в себе саму содержит предварительно. В принципе, не так уж это интересно. А вот сейчас будет предложение очень более длинное, но действительно важное. Когда я сейчас поговорю о записях числ. Посмотрите, все понимают, что числа можно записывать не только цифрами, но и описывать словами. Ну вот, например, два и тридцать шесть. Сколько слов в этом разе? Два. Два слова. А бывает тысяча. А бывает миллиард. А бывает миллиард тысяча двадцать семь. Четыре слова. А с другой стороны, вы понимаете, что вообще-то слов в языке, и не только в русском языке, в любом языке слов не бесконечно нет. Есть понятие слова русского языка. Где просто все существующие сейчас слова, ну на самом деле не совсем все, скажем, химические термины бывают такие вот чудовищно длинные. Мне кажется, эти слова не входят, они входят специально в языке тысячи термины. Но все общепотребительные русские слова, согласитесь, в словаре есть. Кто-нибудь знает пример, сколько там слов? Так. Ну, пятьсот тысяч – это закон. Конечно, это слишком много. Несколько тысяч. Несколько тысяч. Кто-то говорит тридцать тысяч, кто-то говорит сто пятьдесят тысяч. Мне это сейчас совершенно не важно. Это вопрос того, какие слова считать. Понимаете, есть очень много каких-то старых или руслепрофессиональных слов, которые обычная русская человек, мы скажем, не обознаем, да? Какие-то специальные термины… Ну вот даже если все эти специальные термины… Хорошо, я согласен даже на пятьсот тысяч. В конце концов, ну не так важно. Но в любом случае, мы согласны, что уже больше, чем пятьсот тысяч – точно нет! Правда? Со всеми терминами, с чем угодно. В реальной жизни любой из нас пользуется буквально там, две-три-пять тысяч, не больше слов. То есть не надо думать, что все эти ужасные десятки слов мы используем. Ничего подобного. Нам хватает, более того, когда мы говорим, то мы чаще всего вообще ограничиваемся совсем небольшим набором слов. В обыденной жизни не так уж и много нам нужно. Но в любом случае количество слов шло? Конечно. А количество пар слов? Конечно. Как это? Одно слово 500 тысяч вариантов, другое слово 500 тысяч вариантов. Максимум. Перемножьте. Вариантов не больше, чем 500 тысяч, умножьте 500 тысяч. Да. Другое слово. Вариантов для второго слова не больше, чем 500 тысяч. На самом деле меньше, потому что не каждое слово можно поставить рядом с каждым. Потому что при большинстве случаев у вас получится абсолютная бакадабра. Вы берете случайные слова и ничего смыслного не получится. Но! Осмысленно быть сильно меньше. Главное, что это конечное число. А вот теперь я напишу предложение и уверяю вас, это будет абсолютно неожиданно. Предложение такое. Самое маленькое. Самое маленькое. Натуральное слово, которое... Дальше очень важно. Нельзя записать менее чем тринадцатью словами. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Если угодно я могу видеть даже тринадцатью словами. Делайте помню. Самое маленькое натуральное число, которое нельзя записать менее чем тринадцатью словами. Поймите прелесть в чем? Натуральный ряд бесконечный. Согласны? Число ноль. Число ноль. Ну ноль в нашей стране не считают натуральным числом. Во Франции считают, в Португалии считают. Во многих странах, где принято, когда в Коберстане считается, что на нулевом этаже, там ноль считают натуральным числом. В нашей стране один, это наименьшее натуральное число. Итак, один, два, три, четыре, пять. К любому натуральному числу можно еще прибавить единицу и получить следующее. Натуральных чисел бесконечно много. Согласны? Отлично. А теперь вопрос. А вы понимаете, что чисел, которые можно записать менее чем тринадцатью словами, их вообще-то конечное число. Это числа, которые можно сделать одним словом. Их довольно много. Один, два, три, четыре, десять, двадцать, пятьдесят. Их много. Но их конечное число. Двумя словами, еще больше, но их тоже конечное число. Тремя словами. И так далее. Одиннадцатым словами, двенадцатым словами. Это конечное множество. А когда есть бесконечного, вы выбрасываете конечное, то остается бесконечным. А в бесконечном множестве есть самое маленькое. Вот и получается, что существует самое маленькое, но правильное число, которое нельзя записать менее чем тринадцатью словами. Ребята, в отличие от всего предыдущего, которое было просто, что нельзя, это несколько вышло. Это положение совершенно потрясающее. Это настоящий продукт. Это настоящая проблема. Потому что это число не существует. Получается, что я, казалось бы, сформулировал. Представьте, если вы пришли в ресторан и заказываете. Значит, мне салат из моркови, мне суп из отутца и компот из помидора. Из помидора не надо. Из сроков, да. Отлично, заказали. Официант побежал, там повар что-то такое стал делать. Отлично. Прибежал, сделаем. Теперь вы заказываете. Мне, ну, значит, что-нибудь. Побежал, делаем. Заказываете мне. Побежал, делаем. И вдруг вы заказываете. Я не всем есть для этого повара. Он делает вам этот обед. И вдруг на его глазах, сделанный им обед, Ну, дальше мы узнаем. Начинает лаять. Или исчезает. Или улетает на Марс. Понимаете? Вы заказали еду. А Пинцан записал ваш заказ. Все по-честному. Повар начал делать. И вдруг этот заказ, ну, не знаю, там, оборачивается кушкой и бежит там. Не хочет подаваться на стол. Понимаете? Казалось бы, все слова нормальные. Самое. Вы знаете русское слово «самое»? Да. Самое маленькое. Ну, как самое большое и самое маленькое. Самое светлое и самое теплое. Все это нормально. Натуральное. В школе учеба 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Самое маленькое и правильное число. Нельзя. Нельзя. Уже истощено. Нельзя. Все слова. Все слова понятные. Все слова русские. Все это перевернуты на 10. Понимаете, что проблем не очень в языке? На любом языке. На любом. Совсем на любом языке. Можно это предложение сформулировать. Никакими специфически вот тонкими средствами русского языка я здесь не пользовался. Это можно сформулировать и получается, что эта шпуга не существует. Вот такое замечательное поэт. Страна. И ему предложили такая фраза. Сознание это зажженные фары впереди идущего к работе. Обратите их к свету, и случится катастрофа. Как только вы пытаетесь думать о том, как я думаю, вы попытаетесь понять, как вы засыпаете. Казалось, это не хитрое дело. Пришел домой, лег в кровать, заснул. А вы попытаетесь отследить, что происходит в момент, когда засыпаете. Как журналисты эксплу 및 воспитания. Но я заложил от п���овlsерит psy, но я не сполню в воду в спр PrepTYвестёры судей, а в какой-то момент спешил? А как это произошло? У а Warszawa была собака, он ее любил. Она съела парусом ясы, он ее убил. У земли compound on marc дымитени. Опасово собака, он ее любил, конфликт вот описывается. Вы понимаете, да? Узложение раскручивается, причем раскручивается до бесконечности. Еще, я вам хочу еще почитать. Вы только что начали слушать предложение, которое уже заканчивается. Правда? Совсем простая вещь. В этой фразе вас возникнет. Можете посчитать.